Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на православном канале «Экзегет» мы с вами продолжаем начатый цикл бесед о крещении Руси. И вот сегодня мы подходим к такому важному действительно моменту, с которым связано, бывает очень много и каких-то недоумений, и сомнений о людей, которые, ну скажем, поверхностно знакомы с изложением этих событий. Относительно того, каковы же были причины, по которым князь Владимир принимает крещение, это был такой достаточно, ну в общем, если судить по внешнему ходу событий, это был такой достаточно, в общем-то, резкий, решительный поворот его политики, поскольку начинал он свое правление как раз таки как язычник и как представитель и олицетворение такой языческой партии, которая тогда, как мы видим, существовала на Руси и, по всей вероятности, в какие-то моменты преобладала, оказывалась в большинстве, но все равно вынуждена была вести серьезную идеологическую и политическую борьбу и с христианством, в первую очередь. Собственно говоря, весь первоначальный пафос эпохи викингов и состоял именно в создании вот такой вот агрессивной языческой идеологии, которая бы противостояла, опять же, агрессивной идеологии христианства, которая была выражена в форме именно папской идеологии, которая объединяла под одним началом римского первосвященника и духовную, и земную светскую власть. Именно вот в ответ на эту идеологию и на оказываемое ею весьма деятельное давление возникла реакция в языческой среде, которая и породила идеологию эпохи викингов. Эта идеология оказалась разделена в том числе и нашими предками, большую часть из которых составляли славяне, но, как уже говорилось, среди них было весьма немало и представителей финно-угорской группы народов, которые, в общем, представляли собой тоже довольно значительную часть населения и Северной Руси, и Поволжья. И в то же время присутствовал, безусловно, и определенный компонент тюрок, особенно после того, как князь Святослав Игоревич в ходе своих таких вот великих завоеваний, сравнимых с подвигом Александра Македонского, ну, по крайней мере, для этой части суши, для этого региона, разбивает хазарский каганат, в общем-то, сдерживает могущество и тюркской, и волжской Булгарии. Так что, в общем-то, здесь, на Руси, образуется такая довольно пестрая картина из разных, разнонаправленных, во-первых, этнических групп, а, во-вторых, и групп религиозных. Поэтому, как мы увидим, наследнику империи Святослава, огромной империи, предстояло сделать весьма важный, весьма ответственный выбор того, на какую из этих религиозных и этнических составляющих он, в первую очередь, сделать свою ставку, будет опираться в ходе своей внутренней и внешней политики, предшественники князя Владимира, за небольшим исключением, делали свою ставку, в первую очередь, на скандинавов, на их дух, на их силы, на их оружие, и в немалой степени на ту часть славянства, которую полностью разделяла эту скандинавскую идеологию викингов, и готова была поддерживать вот это движение, громко заявившее о себе и в Европе, и в Азии, которая приносила вместе с этим и немалые выгоды, приносила власть, приносила определенные экономические приобретения. Фактически человек, который выбирал эту сторону, становился представителем военной аристократии. Тот же, кто отказывался от этого выбора, вынужден был, пытаясь, может быть, защитить какую-то свою племенную независимость, при этом, тем не менее, впадал, безусловно, как раз-таки в эту зависимость от более сильных, более сплоченных союзников, более агрессивных, более воинственных, которые правили на тот момент государством, государством, которое впоследствии получит имя Русь по имени как раз-таки вот этой воинской аристократии, представлявшей ее на международной арене в первую очередь. Ну и внутри, собственно говоря, самого государства, тоже известной как Руссы. Итак, князь Владимир должен был пройти в своей жизни определенные этапы, которые дали ему тот опыт, который и привел его в результате к вот такому судьбоносному для нашего Отечества решению, выбору, принятию крещения. Но, как мы сказали, изначально этот выбор был для Владимира совсем не очевиден. Это неудивительно. Князь Владимир воспитывается своей скандинаво-варяжской дружиной. Его связи с такой вот воинствующей языческой частью славянства и с скандинавскими своими родственниками и дружинниками достаточно сильны с самого начала. Ну, во-первых, еще при жизни своего отца Святослава он, будучи третьим сыном, получает в княжение Новгород. О происхождении князя Владимира нам известно не очень много. Известно, что старшими его братьями были Ярополк и Олег. Известно, что матерью его была ключница княгини Ольги Малуша. По некоторым таким вот сведениям являвшаяся христианкой, как, в общем, такая, можно сказать, одна из ближайших придворных княгине Ольги, принявшей христианство и явно не терпевшей в своем окружении язычников. Но в какой-то момент, по всей видимости, Малуша, и во многом, вероятно, в связи с рождением ею князя Владимира от Святослава, похоже, впала в немилость у своей госпожи, великой княгини Ольги. Была ею отослана. Вероятно, причиной как раз-таки была ее, ну, противозаконная с точки зрения христианства связь с князем Святославом, от которого она и родила своего столь знаменитого впоследствии сына. Дядей Малуша, опять же, по некоторым источникам, по, например, сведениям Иакова Мниха, летописца X века, был Добрыня, тот самый Добрыня, который и стал его наставником, он дружинник, один из подвижников Святослава. Он становится дядькой и в значении воспитателя юного княжича воспитывает его в основном скандинаво-славянская дружина Новгорода. Новгород был, ну, и в силу своей географической близости, и вообще в силу своей истории, как раз-таки одним из самых таких варяжских городов Руси. Там была самая большая варяжская свобода, туда постоянно прибегали по каким-то причинам вынужденные оставить Скандинавию беглецы, в том числе достаточно высокого рода. Туда постоянно приходили скандинавские наемники, желавшие продать свой меч, свои знания, в могущественным князьям Руси и отправиться с ними в их славные какие-то походы. Летописные свидетельства и наши, и скандинавские саги рисуют вот такую картину жизни Новгорода, как вот такого во многом интернационального города, города в значительной степени языческого, в котором позиции язычества были наиболее сильными, как и, ну, вообще, то есть это один из таких городов, несомненно, сыгравших значительную роль вообще во всей истории эпохи викингов. Скандинавские саги повествуют, например, о том, что мать Олафа, сына Трюгви, будущего короля Норвегии, королева Астрид, вынуждена скрываться от убийц своего мужа и охотившихся за ее сыном, как раз-таки при дворе князя Владимира в Новгороде, где Олаф Трюгвасон поступает в его дружину, является одним из ее таких весьма любимых, уважаемых членов. Это тоже немало говорит о вообще характере княжения Владимира в Новгороде. Вокруг него собирается военная такая вот скандинавско-славянская, в полном смысле этого смысла аристократия, включавшая в себя и, в общем, наследных принцев скандинавских стран. Но после смерти князя Святослава, после его гибели на Днепровских порогах от рук печенегов, на Руси начинается очередная гражданская война за Мятня. В первую очередь борьба за власть происходит между двумя старшими братьями, Ярополком и Олегом. В ходе этой борьбы, ну, не будем вдаваться в ее детали, Олег погибает, Ярополк утверждает свою власть в Киеве, который становится новым таким вот центром русской империи Святослава после его, после неудачи Святослава в Преслове и в его дунайских походах, и после того, как князь Олег переносит туда центр своей такой завоевательской деятельности. А новгородский князь Владимир вынужден бежать в Скандинавию. Там он, по всей вероятности, какое-то время живет при дворе шведского конунга, короля Олафа Шатконунга, и, по всей вероятности, также посещает и Норвегию, с которой его также связывает немало, в том числе дружба с Олафом Трюгвассаном. И вот с поддержкой этой скандинавской дружины, где он набирает значительное войско, где он укрепляет свои позиции, усиливает свое могущество, свое воинское братство, по всей вероятности, участвуя в каких-то походах, успевая приобрести и авторитет в этой среде, и расположить к себе тех, кто верит в него как в будущего вождя и правителя Великой Северной Русской империи, он возвращается обратно и предпринимает ряд таких весьма решительных действий. Он отнюдь не безвольная, слабовольная пешка в руках скандинавских дружинников, как это было показано в такой, к сожалению, совершенно неправдоподобной, карикатурной истории жизни князя Владимира, снятой режиссером Андреем Кравчуком под названием «Викинг». Нет, князь Владимир как раз-таки был вполне сложившимся воином, славным воином, действительно полноправным представителем своей династии, также просваивавшейся своими деяниями. И это, безусловно, был по своему характеру, по своему мировосприятию, по образу мышления, это был, безусловно, подлинный викинг, опиравшийся на многолетние традиции своих предков, а не, в общем-то, какая-то такая безвольная марионетка и мямля, который, так сказать, в таком каком-то несколько женоподобном исполнении актера Козловского предстает с экрана этого, в общем, не слишком достойного просмотра и упоминания фильма. Итак, князь Владимир, в общем-то, достаточно быстро успевает зарекомендовать себя как успешный военачальник, который совершает ряд весьма продуманных стратегических ходов для того, чтобы обеспечить свою власть в оставленной в наследство ему отцом империи. Как раз-таки, по всей вероятности, князь Владимир и приобретает себе такое значительное число сторонников именно благодаря тому, что, с одной стороны, выступает как выразитель, опять же, вот той языческой, воинствующей части Руси, выразителем той же идеологии. Поэтому люди за ним как раз-таки идут. Идут люди, в первую очередь, те, которые готовы своим мечом проложить дорогу из социальных князов к верхам, а также защитить и, в общем-то, свое достояние, если они уже к этим верхам, к этой аристократии принадлежат. Поэтому князь Владимир одним из первых своих ходов устанавливает контроль над западной частью пути из Варяга в Греки, над Полоцким княжеством. Полоцк или иные его названия Полтиск и Палтос-Юборг — это как раз-таки контроль над той частью пути серебра, которым вот этот торговый транш, организованный викингами при содействии славянского и прочего, так сказать, населения этих земель, соединяет с собой богатый процветающий восток и имеющий, так сказать, что дать взамен запад и север. В случае Полоцка — это контроль над западной Двиной, над бассейном ее рек, через которые также можно спуститься и пройти в Днепр, выйти в Волгу и достичь всех тех мест, в которые так стремились слагавшие в своих сагах такие предания о богатых и фантастических странах участники этих походов. В то время Полоцким княжеством обладает достаточно сильный тоже варяжский народ, варяжский род. Судя по именам, это опять же те же самые скандинавы, князь Роквалад и его дочь Рогнеда. Князь Владимир сватается к Рогнеде, но получает такой уничижительный ответ. «Не хочу разуть и рабичича», говорит гордая варяжка. Ну, разуть и, то есть, снять с него сапоги, что означает власть мужа над женою, которая разувается у вернувшегося из походов или охоты мужа, и в этом проявляется, так сказать, то подчинение, которое неминуемо предполагается брачным союзом по отношению жены к ее мужу. Для нее является, в общем, ниже ее достоинства, у коризны, выйти замуж за сына рабыни, за рабичича, то есть, таким образом, она указывает на неполноценность происхождения князя Владимира. Это, конечно, было тяжелейшее оскорбление, которое просто так перенести было нельзя, и поэтому войска Владимира берут полоцк силой. Дальше происходят события, такие достаточно также рисующие Владимира, как типичного и жестокого, в общем-то, викинга. которые сначала насилуют Рогнеду на глазах у ее братьев и отца, затем их убивают, а Рогнеду берет себе в качестве трофея, в качестве жены. Далее Владимир также совершает ряд походов, которые способствуют тому, что он смог упрощить свое положение в той части государства, которое традиционно стояло за него, и в 378 году осаждает Киев. В результате этой осады и совершившегося предательства князь Ярополк оказывается убит, и здесь, по всей вероятности, также не обходится без религиозных расприй. По всей вероятности в убийстве Ярополка также сказывается его неугодность части дружины как христианина, как князя-христианина, князя, который испытывает к христианству определенные симпатии и, по некоторым сведениям, даже ведет переговоры с представителями Западной Латинской Церкви о принятии крещения по западному обряду, западному образцу. Это, в общем-то, не случайный такой поворот. В эту же сторону смотрят и поляки на тот момент уже, и другие западные славяне, многие из которых на тот момент принимают именно латинскую форму христианства. И, таким образом, князь Владимир сходит на Киевский престол и далее уже занимается, проводит серию походов, которые обеспечивают ему полный контроль над империей и вассальными, зависимыми от нее, областями. Утверждает в себе славу своего отца, совершив такой вот как бы показательный поход на Хазарию, которая попыталась было возмутиться, сбунтоваться, вновь подчиняет ее власти Киевской Руси и тем, конечно, в общем-то, заявляет о себе, о своем правлении, как о таком полноценном, полноправном преемнике власти Святослава. И вот то, что он дальше делает для укрепления своей власти в покоренном им государстве, находится полностью, полностью лежит в конве той политики, внутренней политики, которую проводил его отец, князь Святослав Игоревич. В этом смысле князь Владимир оказывается еще более, ну, как бы сейчас сказали, продвинутым человеком. Он не просто поддерживает языческую партию, не просто способствует ее усилению, он привносит на Русь то, чего на ней, в общем, по большому счету до этого не бывало. Мы говорили о том, что на Руси существовало две идеологические религиозно-языческие системы. Одна представляла собой систему культов воинской аристократии. Это, в общем-то, картина достаточно, ну, такая типичная для многих государств, для многих обществ, где одна религия разделяется на разнонаправленные по своей идеологии культы, когда фактически один культ исповедует военная аристократия, жречество и другую систему взглядов, верований, совершенно другую идеологию, хотя основанную на той же религиозно-мифологической базе, исповедует другая часть населения, та часть, которая занимается в основном таким спокойным, созидательным трудом, привязанным, что очень важно, к аграрному кругу, к календарной системе этого аграрного круга, которая в первую очередь ценит в жизни предсказуемость и от богов ждет не воинской удачи, а хорошего урожая и благословения стадам. Вот князь Владимир в эту сложившуюся картину разных языческих идеологий, существовавших на Руси, вносит еще и третий компонент. Он пытается привнести язычество совершенно другого, третьего типа, язычество как государственную религию. Он пытается преобразовать то язычество, которое на тот момент существует на Руси в религию классического типа, такую, которая существовала в Древней Греции, в Древнем Риме. В чем отличительная особенность этой формы язычества? В том, что она опирается на контролируемое государством жречество. Ни на Руси, ни в Скандинавии изначально профессионального жречества языческого не было. То есть основа служение представляло из себя в общем-то такую родовую организацию. Жрецом и у скандинавов, и у славян, как правило, являлся старший в роду. Те так называемые волхвы, о которых сохранились летописные свидетельства, сказания, это скорее религиозные аскеты, чем полноценные жрецы, которые бы каким-то образом состояли на службе у государства и формировали такой государственно-религиозный союз, характерный для языческих религий такого классического типа. Это в общем-то такие свободные служители языческих богов, которые зачастую удаляются от человеческой жизни, отселений, ведут уединенный аскетический образ жизни для того, чтобы полностью посвятить себя на служение культу и вот таким образом добиться каких-то правических и прочих даров. То есть во многом они, конечно, определяли и являлись такими двигателями развития и славянского, и скандинавского язычества, но зачастую это были просто обычные, так сказать, бонды, только более богатые, которые совершали свои служения по праву старшества в роду, и вот они-то, собственно говоря, и брали на себя жреческие функции, а отнут не обязательно какие-то представляющиеся нам в таком полушаманском каком-то виде эти самые волхвы. Вот как раз в это время в Скандинавии начинает постепенно формироваться языческая религия государственного классического типа. связано это с тем, в первую очередь, что происходит процесс централизации государств. Складывается централизованная власть и в среди данов, и среди сэвеев, и среди норвегов, и в интересах правителей, в интересах королей подчинить себе, естественно, и те духовные процессы, более-то возглавить их, потому что и конунг, и король всегда тоже являлся такой фигурой священной, также являлся таким представителем в общем-то и законным совершителем священнослужений, обладал всегда определенной такой жреческой духовной властью. Вот, а они начинают формировать в Скандинавии такие центры, которые объединяли в религиозном отношении всех жителей страны. Один из таких центров находился в Швеции, в местечке, который сейчас называется Старая Упсала, неподалеку от Стокгольма, там, порядка 30 или 60 километров, ну, не очень далеко ехать от Стокгольма. Сам современный город Упсала сейчас известен своими ботаническими садами Карвалинея и своим университетом, а буквально поблизости от него находится Старая Упсала, это древняя столица Швеции и древний религиозный центр. Там, по сведениям скандинавских сад, росло какое-то особо почитаемое дерево, на ветви этого дерева вывешивались раз в семь лет жертвы, которые включали в себя девять коней, девять быков, девять овец и девять человек, которые приносили жертву, подвешивались на этом дереве, таким образом приносились в жертву богам, и существовал такой постоянно действующий центр, жреческий культовый центр, с которым вынуждены были еще достаточно долгое время считаться и христианские конунги, и короли Скандинавии, и куда действительно приходили как вместо паломничества поклонения верующие язычники со всей Скандинавии, с разных мест. Существовали и другие, может быть, менее знаменитые центры, которые постепенно начали объединять разные разнонаправленные верования, которые также существовали в разных концах страны в какую-то единую религиозную систему. Проведя, как мы знаем, какое-то время в Скандинавии при дворе королей Швеции и, видимо, Норвегии, князь Владимир знакомится с этой моделью. Именно ее он и пытается насадить в Киеве в ходе затеянной им религиозной реформы. То, что пытается создать князь Владимир на Лысой горе в Киеве, это как раз таки наша русская киевская Упсала. Это вот тот религиозный центр, которого прежде на Руси в таком виде не бывало. Подобный же центр князь Владимир создает и в Новгороде, до сих пор он называется Пирынь, находится неподалеку от Юрьева монастыря под Новгородом, это одно из таких капищ из таких центров. И по всей вероятности сначала в Новгороде, а потом и в Киеве начинает складываться прослойка каста профессиональных жрецов. Таким образом, собрав разные языческие культы, разных языческих богов из-за всей своей огромной на самом деле действительно и по современным даже меркам немаленькой империи князь Владимир пытается создать такую государственную языческую синкретическую религию. На самом деле он идет тем же путем, которым когда-то шла и цивилизация эллинов, которая тоже собирала и вот так пыталась выстраивать в единую систему все эти многочисленные разрозненные культы, которые существовали зачастую весьма глубоко противореч один другому на всей территории, которая оказалась подчинена эллинскому влиянию от Крита и Балкан до Малой Азии и Ближнего Востока. Там тоже происходил подобный же процесс, когда из вот таких разрозненных культов и верований, верований постепенно сложилась относительно единая вот такая классическая языческая форма греческой религии, конечно, в какой-то момент уже очень видоизмененная, облагороженная. Князь Владимир находился в самом начале этого процесса, и на самом деле культ, на который опирается он, это все-таки был культ именно воинской аристократии. В этом собрании идолов, которые он украсил и которые он собрал на той самой лысой горе в Киеве, отсутствовал, например, идол Велеса, божества, которое как раз-таки почиталось значительной частью населения и славянской, и по северо-отности финно-угорской, как раз-таки как божество скотоводства и божество вот такого сельского труда. Боги, которые были представлены в пантелоне Владимира, это в первую очередь воинственные боги, которым поклонялись выходцы из разных мест его государства, входившие в его воинскую дружину. И вот здесь появляется то, что было нехарактерно для такой в общем достаточно спокойной религиозной жизни, хоть и языческой, подавляющего большинства славянского населения. Появляются человеческие жертвоприношения. Надо сказать, что человеческие жертвоприношения это роскошь, которую в основном себе могут позволить именно военной аристократии. Те, кто занимается работорговлей, те, кто захватывает довольно большое количество пленных, те, у кого есть для этого ресурс. Но в случае как раз-таки человека, который трудится на земле и исповедует земледельческие языческие культы, ну, кого ему приносить в жертву? Лишних рук у него нету. Если у него даже есть в хозяйстве какие-нибудь рабы, то они нужны ему для того, чтобы совершать необходимую работу. И к такой мере, как жертвоприношение, человеческое жертвоприношение, он прибегает в достаточно редких, исключительных совершенно случаях. Здесь же жрецы, которые действуют под покровительством князя Владимира, пытаются вести это как постоянную практику, более того, вводят ее как практику совершенно такую авторитарную. Отныне все должны подчиняться распоряжениям этих жрецов и быть вовлечены в этот культ. Тянутся жребии, на основании которых все представители населения киевского, на кого этот жребий выпадет, должны беспрекословно выдать своих детей в жертву для совершения этого жертвоприношения, что представлялось почетным на самом деле делом таким почетной миссии вот в этом новом устроенном Владимиром религиозном языческом центре. Но в какой-то момент эта система только что устроенная дает первый серьезный сбой. Жребий, как мы знаем, падает на варягов Федора и Иоанна, также представителей военной аристократии и членов дружины князя Владимира. Иоанн это сын Федора, оба они, как это явно и по их именам, Федор и Иоанн, являются христианами, по всей вероятности, имея опыт служения Византии, приняв там крещение, ну, об этом, собственно, их житие умалчивает, каким образом именно они стали христиане, по крайней мере, совершенно очевидно, что по своим христианским убеждениям они не разделяют этих религиозных реформ Владимира. И Федор решительным образом отказывается отдать своего сына Иоанна на вот это жертвоприношение языческим богам, более того, оказывает вооруженное сопротивление, причем, будучи воином и опытным воином, он не дается в руки живым. Напавшим на его дом язычникам остается только одно, подрубить столпы его высокого дома, обрушить его и под этими обломками погребсти и отца, и сына вместе со всей челядью, со всей семьей. Безусловно, это событие вызывает очень серьезный резонанс и, наверное, во многом является поворотным в том числе и для князя Владимира. Это событие возвращает его к реальности его родной земли от тех прожектов политических и религиозных планов, которые успел настроить молодой правитель за время своего изгнания в Скандинавии добровольного бегства и в результате общения с в основном видимо языческой по своему составу дружиной в тех походах, в которые он отправляется. Христиан в этих дружинах также было немало, но здесь князь Владимир сталкивается с тем, что оказывается на стороне христианства выступает не так уж мало людей в его империи. Вот этот случай трагический и в то же время очень показательный произошедший с варягами Федором и Иоанном он на самом деле является таким явным знаменем и провозвестником очередной гражданской войны. Понеся труды по укреплению своего государства князь Владимир понимает, что окруженный со всех сторон врагами он никоим образом не может допустить того, чтобы в его собственном тылу, в его собственном доме возникла опасность очередного мятежа, мятежа, из-за которого ему однажды уже пришлось покинуть отечество, и очередной религиозной войны, которая развернется теперь уже между христианами и язычниками, и князь Владимир убеждается на примере Федора и Иоанна в несостоятельности проводимой им религиозной реформы. Он видит, что это начинание претерпело крах, и не зря его называют мудрым впоследствии его потомки многочисленные. Его мудрости достаточно для того, чтобы понять, что вот этот путь опоры на воинскую аристократию и ее языческий культ, тот путь, который представлялся ему традиционным, который он наследовал от своих предков, в первую очередь от своего славного отца Святослава Игоревича, этот путь уже и желает себя. Князь Владимир делает попытку примирить две противоборствующие языческие идеологии, которые подтачивают могущество его государства изнутри путем того, чтобы сделать вставку на какую-то одну из них, усилить его и, так сказать, окончательно подавить прочее сопротивление. Но на опыте, на примере он сталкивается с тем, что это совершенно невозможно, что опираясь на одну часть общества, он неминуемо войдет в конфликт с другими его частями, частями достаточно тоже уже на тот момент многочисленными, могущественными, сильными, а главное важными для общего благосостояния и мира его державы. И вот это тот первый, наверное, момент, который заставляет Владимира пересмотреть свое отношение к религии и искать других альтернативных путей, заставляет его идти тем путем, который когда-то избрала для себя и для своего отечества, своего государства великой равнопостольной княгиня Ольга. Ну, а, так сказать, о том, как развивались последующие события, мы с вами поговорим уже в следующей беседе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой видео. Внеси свой Внеси свой видео. Внеси свой видео. Внеси свой Внеси свой Внеси свой